добрый день дорогие друзья все кто зашел ко мне в гости сегодня вот такое видео у меня про сумочку про новую хочу вам рассказать в общем я распустила порезала старую свою сумку которая у меня лежала уже много лет не пользовалась я и решил из нее что-то новое вот на такие вот песняки я порезала есть побольше есть поменьше тут немножко разные размеры расцветки ведь и утка кожа но это не кожа это заместитель заменитель кожзам короче говоря и вот она вот как немножко крокодиловая крупными ячейками и мелкими ячейками вот я таких вот нарезала всяких разных маленьких больших и вот у меня такой пресс или как я его называю дыра кожа для кожи и вот таких вот дырочек на делаю но я сначала по отмечала все везде ручкой вот и начала обвязывать их но еще не все обвязану может быть мне даже и хватит их вот обвязала вот уже много много штук больших таких вот покажу поближе вам вот и вот таких же поменьше буду смотреть какие мне сгодятся как и что там буду я располагать обвязывала я вот такими вот китками это турецкие нитки я на я на арт ну как он не мерсеризированный хлопок с добавлением люрекса конечно люрекс он всегда как-то мешает вязать то что он цепляется немножко но как-то приспосабливаться буду вот делала я вообще три шаблончика больше меньше меньше воспользовалась только вот этими двумя потому что я так так то можно было бы третьим мелко шичку такую но пока его обвяжешь тут уже и как говорится и не видно основы на которую ты начала обвязку поэтому я решила ей уже сама маленькой не пользоваться ну и сейчас буду на планшет определюсь с размерами вот я вот такой просто пеноплекс обтянула скотчем не заняты сейчас те два которыми я в основном пользуюсь и я буду раскладывать вот эти свои вот детальки сейчас подумаю сяду как и что мне в каком порядке их буду чередовать сначала вот наверно накидаю вот такие вот большие в таком хаотичном порядке вот ну а между ними наверно будут уже вот так вот маленькие думаю так будет как-то интереснее вот эти кончики ниток которые вы видите что они тут болтаются да но они не болтаются они привязаны там начало обвязки конец обвязки между собой соединены вот я потом это просто вот так вот возьму и клеем здесь моментом раз потихонечку такую маленькую клякс очку сделаю и прицеплю чтобы они отрезать сильно не хочу пускай будет как-то так приклеенный край вот раз кидаю сейчас вот так все и маленькие большие как говорится в разном порядке да и начну обвязывать обвязывать я буду иранским кружевом но это самое удобное конечно я хочу что сказать если кто-то например тоже захотел было в таком стиле сумочку исполнить вот авиа ирландское кружево не вяжь но не нравится ирландская или просто не вяжет или не умеет по всякому бывает нашей жизни то конечно я думаю что лучше бы тогда воспользоваться каким-то строгим таким каким-то геометрически геометрическими формами например круг если круг тогда можно его ввязать как в бабушкин квадрат на каком-то там этапе его это и дальше там смотрите по узору что дальше идет и квадраты и квадраты потом лишь собой связывать если не кто-то не вяжет ирландское кружево вот или там квадратики маленькие в общем всяко можно как-то что-то придумать если есть желание но поскольку я как говорится применяем в своем рукоделии ирландского кружева то я воспользуюсь им потому что им проще всего здесь вот как-то так на то она и хаотичная сеточка вот сейчас попробую посмотрю как у меня что будет получаться я вам все это покажу сейчас начну когда потом я вам все это покажу но прежде хотела вам похвастаться смотрите какая у меня красоте не расцвела а вот такая глаша глаксиня красавица необыкновенно и это при том что я 4 бутончика уже срезала они уже цвели одновременно цвело 15 что ли лечит такое цветков и главное что мне нравится в цветке что у него все вот как говорится совершенно до цвет момент цветения такой пышный сами листья такие нарядные красивые кустик красивый вот так я вам похвасталась но все девчонки и мальчишки сейчас я короче пробую а потом к вам возвращаюсь и показываю что у меня получилось так девчонки ну вот смотрите эту сторону я связала сейчас вот снимаю с планшета но мне по размеру получается этого мало мне надо чтоб сумка была вот так вот в развернутом виде 70 сантиметров значит напополам 35 сейчас я приготовила уже другой планшет потому что это большеватый я надеюсь что вам все хорошо видно вот такая вот штучка получилось у меня вот показываю вам поближе вот надо еще дополнить поэтому вот этот планшет большеватый мне я беру другой станет у меня есть весе стыками как кукла воду видите весь дырочка вот и чтобы мне связать ее без шва не бы конечно хотелось вот так вот раз обернуть и вот так соединить и тут вязать но не получается не хватает как говорится тогда я буду что делать это я для тех кто только начинает может быть кому-то нужен будет мой совет сейчас вот так вот я прикреплю булавочками но это вот так сейчас при вас просто набросаю вот и начну вязать эту сторону начну вязать немножечко больше провяжу вот потом у меня уже будет возможность открепить то что я уже связала и немножко подвинуть чтобы здесь вот у меня замкнуть замкнуть чтобы у меня получилась работа без шва но вот как-то так по-другому не получается вот а на этом этапе вот такая вот работа у меня даже еще от сумки еще остаются вот такие детали на смотрите целая кучка неиспользованных но мне не нужно по размеру много вот сколько есть только будет вот но в общем вижу дальше и потом показываю вам что у меня получается так девочки в общем вот связала я вот такой вот мешочек вот у меня получился я его уже соединила между собой все такой вот небольшая будет такая сумочка но вот тут я уже связала бейку столбиком без накида вы поближе вам покажу крючком с тех же не так и уже пришила к верхней части сумки это здесь вот будет застежка вообще конечно по хорошему надо было сначала связать бейку как это вообще делается в орландском кружеве это сама обозначить границах как типовые кройки вязать и сразу привязывать к ней но я еще до конца не знала как у меня вверху что будет я как-то еще не продумала все это поэтому вязала пока просто без бейки вот что хочу сказать сейчас какие мои дальнейшие действия вот я приготовил такой вот тапочку скажем так это донышко моей прежней сумки я его обвязала крючочком точно также столбиками и сделала такие вот шпильки поставила сделала их потому что я не всегда нас не на всех сумках делаю но здесь пришлось потому что все-таки здесь светлые нитки я решила подстраховаться над метки надо потереть еще фломастером нарисовала метки ну вот такие дела сейчас мои следующие действия что я вот буду пришивать к сумке это донышко вот потом что потом потом у меня вот такую ткань я купила плащевку такую это у меня будет сшитая сшит подклад из этой плащевки я думаю что должно быть смотреться нормально вот такой вот будет вид у сумки одно плащевка будет тоже на синтепоне чтобы немножечко так пышность сумочки передать потому что все таки сумка будет как я задумала сумкой форме кисет кисет вот с одной стороны будет плащевка с этой стороны которая будет вот нам сюда смотреть через сеточку а с той стороны не знаю может быть даже органзу просто поставлю плащевка синтепон и органзу наверно буду буду делать так в общем сейчас вот я донышко присоединяю и краю подклад и собираю вот этот сэндвич и потом вам показу что у меня получится вот девчонки сшила я подклад такой вот он у меня получился простегала степлингом посмотрите поближе это след вот от кармашек of донышко такое но внутри вот все как обычно два кармана один на молнии на другой двойной такой оба карманчика туго тоже стеганы чтоб упругие были так что следующее вот сумка но я пришила все теперь значит мне что надо сделать теперь я значит вставляю сумку вернее подклад вставляю сумочку так вот повернуть поправить все это будет выглядеть так вот вот это вот обтачка который бейку которую я связала я ее вот так буду подворачивать вовнутрь вот так вот потому что вообще это мне не планировала я так подворачивать изначально но вот по ходу работы так получилось потому что вязание вытянулась как-то не рассчитала что эти нитки так подтянутся вот она вытянулась и все на этом вот к этой сумке я приготовила вот такие вот ручки сплела косу вот посмотрите поближе это я купила тесьму она как раз как нельзя кстати подходит к моим элементам которые я ввязывала песняки я плела две двойных полоски это пряди 1 одинарная и обыкновенная коса вроде как и но немножко и необыкновенная ну вот такие концевички на нее и на них одела на эти ручки вот потом это все будет пришиваться и они как раз сюда по цвету подходят эти ручки вот так что хотела сказать вообще я собиралась эту сумку сделать как кесет до хочу вот присборить его так вот ее но здесь получается подклад толстоватый чтобы присборить это раз вот а если сборить просто вот одну сумку вот так вот может быть сумку только присборить не знаю я еще подумаю но и такой же вариант мне не очень нравится она как-то мне не очень нравится какая получается в общем я над этим еще сейчас буду думать вот а пока что еще хочу вам сказать мне все равно по-любому придется как и прежние сумки которые я таким стилем шила такой техники правильно выразиться все равно надо вот эту сеточку ее надо прикреплять к самому чехлу как получается отслоение сетки о отслоение сетчатки как чувствую себя в термологом вот поэтому я сначала я ее все прикреплю сюда вот а прикреплять я хочу бусинками у меня есть бусинки пластиковые такие голубенькие у меня их много я думаю что ну раз летняя сумка пёстра пускай она будет летняя нарядная сумочка тем более что избытка цвета слишком много здесь цвета нету в основном от розовый белый и вот этот малиновый я думаю что голубой здесь не не помешает но я посмотрю если будут лишние то я конечно просто прикреплю вот когда прикреплю потом приделывать буду уже ручки вот такой вот ход моей работы сейчас я вот это вот делаю и возвращаюсь к вам показываю вам что у меня получается так вот девчонки все закончила я свою сумочку показываю вам какая сумочка у меня получилось и вот так она вот поблескивает на солнышке на свету бусинками своими таким образом я ну как сказать решила сеточку к чехлу внутренним и у меня такая вот сумка получилось очень интересное решение но хочу сказать что это задумка была не моя я где-то когда-то в интернете вообще уже не помню может года три наверно назад что ли увидела фотографию где-то на зарубежная какая-то фотография шла девушка но там про сумки фотки были и она шла связанной с сумкой но сумка была связана обыкновенно просто такая знаете как котомка такая ля воська обыкновенно просто связана из ниток и у нее было много много всяких весюлек не бусинок а просто связаны такие колобашечки можно так сказать и вот она шла и сфотографирована была в таком вот полете и вот эти вот все весюлечки туда-сюда болтались это вот как-то врезалась в памяти я думаю но надо когда-то сотворить но это я уже немножко сама на свой лад как говорится по своему кое-что тут сделала ну так и должно быть наверное мы что-то смотрим из интернета или где-то так просто а что-то вносим свое ну вот я решила сделать такое решение на камеру она смотрится тоже неплохо я смотрю но на деле интереснее чем на камеру вот ручки ручки по 55 полом сантиметров их даже можно на плечо надеть решит его так вот прям вот насквозь пришивала вручную здесь внутри обыкновенная сумка эта сумка у меня без застежек без замков я решила сделать такой вот облегченный летний вариант все положили что туда надо нам и пошли но провести масть хочу сказать вот получше свой тонун и поставки вам так относительно чего да как она выглядит ну там все столько же конечно войдет сколько это момента и вот так вот она вот выглядит по моему очень даже интересное получилось и ручки не ручки вообще здесь нравится вот этот шнур он на камеру смотрится красиво без камеры на его он еще интереснее смотрится во-первых структура такая приятная на ощупь вот и поблескивает так и вот на камеру она по-разному всегда нет даже на камере совпадает цвет с моими вот этими вот фрагментами просто что здесь блески добавлены а здесь блесок нету ну а цвет вообще абсолютно одинаковый поэтому я думаю здорово так сам повезло мне зашла в магазин и там такой шнур был вот работа закончена работу над ошибками всегда у меня так получается что после хочется чего-то там высказаться на этот счет жалея только то что она у меня не получилось вообще какую я задумывала что все таки я хотела форму форме кисета да но я думаю что даже не то что я жили я просто это еще возможность еще когда-нибудь какую-нибудь сумку за задумать и уже и уже ее сообразить в той форме какой бы я хотела но я уже буду учитывать что вот и чехол должен быть немножко потоньше чтобы собрать ее вот и связать ее немножко надо было покороче потому что при вот этом донышке и и бесконечная длину и невозможно было делать чтоб тут еще что-то собирать было бы некрасиво смотрелось на шутка труба какая-то была бы вот но до этого сумку я вязала там нитки у меня были вощеные они так не тянулись как эти а эти вот подтянулись поэтому у меня вот моя задумка не прошла распускать все это тоже знаете жалко сколько трудов ирландская кожа это не просто так вяжется да на него надо время но на вязание на все надо время конечно я понимаю вот но она ирландская я думаю еще и больше чем на простое ну вот похвасталась вам как говорится нитки были непростые пока я вязала я уже говорила вам что люрекс это цеплялся все и извиняюсь за выражение не раз не хотелось сказать да и говорила ее прс и т как говорится но глядя на результат какой получился я еще прощаю всем спасибо за идею мастерам и мастерицам которые в интернете делятся с нами своими идеями а к своим зрителям с благодарностью и с уважением заходите почаще ко мне в гости я надеюсь что до новых встреч и пока пока